Всем здоровски ребятки, с вами опять Эйс и это 28 серия прохождения первого Fallout. Сейчас я нахожусь на свечении на пятом уровне этого исследовательского комплекса и сейчас я буду его обшаривать, обыскивать и уничтожать попутно роботов, которые сейчас будут мне противостоять, как видим. Пока они лежат, дремлют в таком анабиозе, в таком сонном состоянии. Но как только я зайду в эту комнату, они тут же проснутся и кинутся на меня и мне придется применить против них свою базуку. Вот эту здоровую базуку, которую я держу сейчас на плече. Что ж, применим. Повеселимся, как говорится. Пошумим, твою мать! Я прям как железный арни с этой базукой. Так, ладно, блин, раз он ко мне близко подошел, то тогда пойдет против него у нас другое оружие, другое типа оружия. Есть у меня для тебя подарочек, дружище. Вот такая пушечка под названием «Бластер пришельцев». Лови! Ты смотри, крепкий какой, а! На еще один. Все, готов. Одного нету. Уходим, перестраиваемся. Блин! Я тебе покажу. Все, лысый рванул в бой. Это плохо. Мне кажется, тут я его и потеряю на этой базе. На этой базе, в исследовательском комплексе. Да нет, смотрите-ка, они друг друга там... А, нет, Тихон получает ранение, однако. Плохо, плохо, плохо. Давай, Тихон, воюй с ними. Ну, он промазал там что-то, промазал. Удар без колеба урона получает. Да ладно, Тихон крепкий, оказывается. Крепкий мужик. Хорошо. Идем в бой тогда. Вот этого гада надо мочить. Он очень надоедливый робот. Он мне очень не нравится. Блин! Плохо дело, плохо дело! Ждем, ждем, что будет дальше. Мне просто интересно. Сейчас все ворвутся сюда и начнется ужас просто. Начнется ужас. Они все едут на меня. О, боже мой! Эта единица атакована, говорит робот. Ну да. Блин, Тихон, держись, дебил. Мне приходится тебя еще спасать. Так, один робот готов нафиг. Все, один готов. Давай следующего нафиг. Мочим следующего. Тут же прям автоматом. Хотя нафиг, давайте-ка сделаем по-другому. Подождите, у меня же есть базука. Сейчас есть базуки в него пальну. Ой, базука. Что я путаю постоянно базуку с гранатометом? Это гранатомет. Лови гранату, фашист проклятый. На, красота. Ух ты, живой гад. Он остался жив. Броня пробита. Говорит, броня пробита. Ну ладно. Тихон, держись, держись, мужик. Ой, 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 ой. Как его бьют-то, бедолагу. Так, все очень плохо становится для меня. Потому что их все больше и больше роботов. Их очень много на меня бежит. Целая гора. Со всех сторон окружили меня роботы. Но, бластер спасет меня. Это точно. На. Так, второй робот вздох. Отлично. Кто там следующий по порядку? Так, я должен спрятаться. Мне пора валить отсюда нафиг. Эх, Тихона, замочили. Блин. Ну и ладно. Цель будет уничтожена. Теперь они взялись за меня. Основательно взялись за меня, да? Ладно. Хорошо. Точнее, не очень хорошо, конечно. На. Еще одного завалил робот. Так. Мочу их, как говорится, одного за другим. Так. Перезаряжаем. Перезаряжаем мой гранатомет. Пока не поздно. И отступаем еще на пару клеточек назад. Ждем этих говнюков. Я пользуюсь, как говорится, очень часто окружением. Очень часто прячусь где-то из-под тяжка. Я стреляю. Действую методом солида снэйка. Но мой лысый друг не знал этого. Не умел он пользоваться такими методами. И поэтому он сейчас лежит дохлый. Поэтому сейчас он будет гнить здесь, так же, как и все остальные. Сохнуть и сгорать. И скоро он превратится в кучку пепла, которая сгорит от сильного воздействия радиоактивного излучения здесь. К сожалению, это так. Прости, дружище Тихон, ты был хорошим сотоварищем. Ты мне всегда помогал, но... Извини. Мне придется тебя бросить. Долго он со мной ходил? Очень долго. Я с ним прошел почти всю игру. И все-таки он подох. Глупец. Придется одному все-таки плутать. Придется одному в гордом одиночестве мне. Шарашиться по этим пустошам. Очень грустно будет. Но что поделаешь. Видимо, такова моя судьба. Остаться одному. Ждем следующего робота. Я просто буду ждать их. Они по очереди сами ко мне все подбегут. Вот следующий. Вот эти вообще слабо летающие роботы, которые бьют током. Каким-то разрядом тока. Вот эти вот роботы под названием. Как они себя называют? Кто это такие? А неважно. Давайте долбить. Сторожевые роботы такие же. На. Еще один. Прямо они легли друг на друга. Красиво так. Ты кто следующим? Следующий. Давай. Последний на меня едет робот. Сейчас мы его тоже завалим, конечно же. Давай, давай. Наконец-то он до меня добрался. Ну, почти добрался. Так, отсюда я в него попаду. Нет. Отсюда. Отсюда, наверное, попаду, да? Да. Лови. Раз. Все. С одного выстрела убил. Засранца. 80. А, я ему снял сразу 105 HP. Класс. Удар приходится по ключевым деталям. По ключевой детали. И наносит сильный урон. Все. Все роботы сдохли. Короче, я перебил сейчас целую толпу роботов. Получил сразу 1600 HP. И все прекрасно. Короче, сколько их завалилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, штук семь или восемь я завалил точно этих роботов. Класс. Здорово. Да, это очень легко на самом деле было. Единственное, что мне, конечно, меня подставил немножко Тихон, блин. Потому что я выскочил, решил ему помочь. Но это было бесполезно. Этот лысый балован просто не понимал, что от него хотят. И подставлял свою задницу постоянно под выстрелы, под удары. Мог бы сидеть где-нибудь в укромном уголку где-нибудь, прятаться. И тогда все прошло нормально. Куда он полез на них со своей винтовкой какой-то старой? Он там ходил с этой винтовочкой, со своей древней. Смотрите, вот с какой винтовкой. Где он там? Блин, нет, мне нужен Тихон, Тихон. Ну, ну что ж такое, а? А! Ну! Какого черта? А, вот он, Тихон, вот он с чем ходил. Он ходил с дробовиком, с обычным дробовиком, блин. А, нет, вру, вот с этим, с охотничьим ружьем он ходил. Очень хиленькое оружие у него было. Я не знаю, вот этот весь хлам этот я таскал в самом начале игры. Сейчас все это просто бесполезный хлам. Это все недорого стоит, это все дешево. Я даже забирать это не буду себе на память, потому что... Ну, зачем мне этот хлам? Ну, продать, конечно, можно, но у меня нет места, чтобы все это утащить и продать. У меня рюкзачок весь забит, так что, к сожалению, я ничего отсюда забирать не буду. Денег у него тоже нету, да? Нифига у него нету интересного. Ладно, Тихон, ты был хорошим другом. Я заберу в память о тебе, заберу бутылку самогона. И попробую выпить ее сейчас. Помянем своего друга прямо около его тела. Прям не отходя от кассы, как говорится. Помянем, попробуем выпить бутылку самогона. И я потерял одно восприятие, когда я выпил эту бутылочку. Я думал, что избавлюсь от лучевой болезни, но нихрена подобного. Блин. Плохо, восприятие уменьшилось. Какого черта? Самогон вообще вредно пить. Так что не пейте самогон, ребят. Он очень вреден. Для вашего здоровья. Ладно, тогда просто антиродином скушаю сейчас. Антиродин это химическое соединение, которое связывает радиоактивные частицы и вводит их из организма. Требует некоторое время для полного действия. Видимо, как гель какой-то она. Ну, не как гель. Короче, жидкость, которая вводится к капельнице. Я не знаю, как это все выглядит, конечно, во время в игре. Герой что, ложится на пол, вкалывает себе иглу в вену, ставит какую-то подставку, держатель для капельницы. И лежит в течение 15 минут, ждет, пока эта капельница, эта жидкость попадет к нему в кровь через капельницу. Это, конечно, абсурдно немножко. Но, видимо, так все и происходит. Просто нам это не показывают из каких-то этических, этичных соображений. Хе, да. Тем не менее, смотрим, что произошло. Лучевой болезни нету и все отлично. Я вывел из организма радионуклеиды. Так, тут какой-то компьютер я нахожу. И компьютер этот у нас отвечает за электропитание. Отключить основной источник. Можно было отключить, конечно, основной источник питания. И тогда роботы бы все легли. Но я их уже так и так завалил. Так что зачем я буду его отключать? Давайте запустим его. Пусть он будет запущен. Однако, сохраниться надо. Вдруг здесь, помимо роботов, еще какие-то есть турели и какая-то система безопасности. Потому что я читал дневник этого парня в силовой броне. И он говорил, что... В этом дневнике говорил, что... Здесь есть какая-то система безопасности. Какая-то защитная система. Которая покромсала его напарника на маленькие кусочки. И я боюсь, что это за система. Вдруг она опасна и для меня. Может быть, все-таки стоило отключить питание. Но, может быть, это всего лишь говорилось про роботов. Может быть, они имели в виду роботы. Так опасны, что могут покрышить вас на кусочки. Если так, то это не страшно. Я уже давно с ними разобрался, как видите. Они уже лежат все. Представляют из себя очень жалкое зрелище сейчас. Просто груду металлолома. О, вот это хорошая штука. Вот это я понимаю. Антирадин. Аптечка. Это все я люблю. Я птичечки люблю. Антирадин я люблю. Я люблю, я люблю. Стимулятор и стимпаки я люблю. Это что такое? Вот, еще какой-то нашел голодиск. Давайте прочитаем его. Точнее, воспроизведем. Потому что, видимо, этот голодиск это что-то непонятно. Внутри то ли пленка какая-то, то ли что. Ладно, фиг с ним. По-моему, пленочка какая-то, да. Две какие-то бобины внутри. Эх, бобень, бобинушка. Бабушка, бобинушка. Так, давай. Так, я его употреблю сейчас. То есть использую. Так, вот использую по назначению. Пип-бой. Загрузка данных с диска. Вы получаете 100 единиц опыта. Отлично. Бластер. Твою бластер. Бластер тоже не тает. Другая, другая история. Это уже другая песня. Положение убежищ. А, это уже было. Стоп, 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 стоп. Что же я прочитал-то? Сержант Ди Аллен. Видимо, вот это я получил. Запись эксперимента Альфа. Да, да. Прочитаем, о чем она, эта записка. Запись эксперимента Альфа. Ну, сперва воды надо выпить, потому что читать придется очень много. Это вам, конечно, не скрижали и не книги из The Elder Scrolls. Но все же в Фоллауте, в первом Фоллауте, очень много текстовых файлов. Очень много различных, различного чтива. В том числе чтива в диалогах. Поэтому, блин, приходится очень много читать, конечно. Такое ощущение, будто читаешь какую-то большую книжку, играя в Фоллаут. Очень много текстов в игре. Но это хорошо, потому что за счет текста, в принципе, мы понимаем. Мы понимаем, что это за мир. Мы с головой погружаемся в этот мир. Мы начинаем вникать в его суть. В суть происходящего. Что здесь происходит в этом мире. Это, на самом деле, интересно. Понимаем, что здесь за сюжет. Что здесь происходит за события интересные в мире. И как все это взаимосвязано между собой. Ладно. Запись эксперимента Альфа. Проект по разработке прототипа Панимунного Вириона. В надежде найти ответ на современные бактериологические вирусные агенты, которые используются китайским правительством, мы разработали фрагмент вируса, состоящий из рибонуклеиновых кислот РНК. Ну, я по биологии помню, мы такие проходили кислоты, да. Заключенных в протеинной липидной оболочке. Этот вирион содержит специально отобранную комбинацию радиоактивных аминокислот РАК. Рак. О, боже. Радиоактивных аминокислот. Способных присоединяться к неспецифическим местам связывания дезокси... Блин. Дезоксириб... Блин. Дезоксирибонуклеиновых кислот. Я никогда не мог выговорить нормальное слово. Дезоксирибонуклеиновые кислоты. Это ДНК. Что такое ДНК? Это дезоксирибонуклеиновая кислота. И вызывать нереплицируемый метоз. Твою мать. Вот насчет репеллентов-то я знаю, что такое нереплицируемый. А вот метоз, я что-то не помню, что такое метоз. Метоз. В результате возникают новые клетки с квадроспиральной структурой ДНК. Квадроспиральная? Я знаю, что структура ДНК, она является... Просто представляет собой обычную форму спирали. Ну, что за квадроспиральная? Что, квадратная какая-то? Или спирали больше становятся? Их становятся четыре, а не две. Всего их две спирали, я знаю, в структуре ДНК. Насколько я знаю. Ладно, ранние испытания многообещающие. Этот вирион легко проникает через мембрану клетки и присоединяется непосредственно к ДНК в ядре. Ох ты, прям нифига себе проникает прям в ядро. То есть к ядру непосредственно. Обалденно. Как-то так он мембрану легко преодолевает. Метоз всей структуры начинается практически мгновенно. Цитокинез предотвращается путем контроля за размещением кинетохорных волокон в течение анафазы. Полный метатический цикл длится приблизительно два часа. Надо было сюда Григория моего, другана, пригласить. Он у нас биолог, блин. Он доктор, наук. Не, вру, не наук, но он, короче, врач. У меня дружбан только есть один. Он в этих всех терминах как рыба в воде разбирается прекрасно. Хотя фенотипические проявления новой структуры может потребовать дней или недель. Может потребовать дней или недель фенотипические проявления новой структуры. В дополнение к эффективной устойчивости к батариальным и вирусным агентам, квадроспиральная структура почти полностью иммунна к ошибкам, возникающим при обычном спаривании из-за разнообразия базовых комбинаций. Ткани, подверженные радиоактивному излучению, не показали мутации в базовых комбинациях. А механизмы синтеза в рибосомах не были ослаблены. Более чем 80% образцов содержали квадроспиральную структуру ДНК. Наиболее затронутые мускулы и костная ткань, а также секреторные клетки, поскольку они, за секрецию отвечают, кажется, максимально восприимчивы к вериону. Удивительно, но даже обычно нереплицируемые нервные клетки и несоматические клетки начали показывать интенсивный метоз. Дальнейшие эксперименты определяют результаты воздействия на эти клетки. Метоз, это, видимо, процесс какой-то мутации, видимо, метоз. Метоз начинается, когда этот вирус попадает в клетку, преодолевая мембрану клетки, цепляется к ядру клетки и начинает воздействовать на это ядро, вызывая мутации каждой клетки. И при этом, представляете, в каждой клетке такое происходит, поэтому, по сути, все вот эти ДНК начинают перестраивать вся структура. Ну ладно, все, хватит об этом говорить, блин, что-то я в какую-то биологию полез. Вы, наверное, все равно не до конца это поняли, хотя, может быть, все поняли. Я лично не совсем все понял, все эти термины, потому что я не доктор, блин, не доктор. Есть у меня доктора знакомые, я же говорю. Одна девчонка вообще хочет открыть свой научно-исследовательский институт в Калининграде. Есть такая у меня знакомая, она работает сейчас в области иммунологии и защищает, ну, пишет докторскую диссертацию и хочет на докторскую защититься, естественно. Короче, стать доктором наук. Вот. Молодец, девчонка, молодец, я считаю. То есть вот именно в работе с иммунологией работает она в направлении, по борьбе, там, в будущем, то есть у нее будут подразделения. Ну вот как раз иммунологи-то и занимаются вопросами, там, больных, там, всяких ВИЧ-инфекций, там, инфицированных, там, больных, там, раковыми опухолями, то есть и все такое прочее. Больных, которые подвержены каким-то вирусом, таким как вирусы Бола, например. Вот это находка! Блин, гляньте-ка, боевую броню нашел, вот это класс. И тут еще я нашел, вдобавок к всему, боеприпасы, журнальчик, который мне не нужен, оружие боеприпас, но я теперь, тем не менее, его прочту. Так. Блин, ну броня-то тяжелая, видимо. Ёлки-моталки. Ёлки-моталки. Как же мне ее одеть-то, а? Так, подождите, сейчас попробую сделать следующее. Выложить вот это все барахло. Вот так вот это все выкладываем, все абсолютно... О, поместилось. Прекрасно, прекрасно. Так, ну что ж, давайте проверим, насколько крутая эта броня. Я получил боевую броню, высокотехнологичную броню, изготовленную из улучшенных защитных полимеров. Я как знал, не надо ее покупать. Я как знал, что не надо ее покупать. Я ее находил, помню, в хабе у Джейкоба, она была в продаже, стоила она у него 65 тысяч крышек. Сраный еврей, жадный ублюдок. А здесь я ее бесплатно нашел. Бесплатно! Прекрасно. Есть она 20 фунтов, кстати, меньше, чем металлическая броня, в которой я проходил фактически с самого начала, как только получил ее у ханов, блин, всю игру. И она мне даже... Видите, как долго она мне служила. Я даже с роботами сражался в этой броне, с супермутантами. Да со всеми. И она мне помогла. Я до сих пор живой, ребят. Ну, вот эта штука куда круче, конечно, боевая броня. И давайте проверим. Класс брони у меня сейчас, значит, класс брони. Сколько у меня там класс брони? А, S как вот почему-то написано. Ну, в общем, 20 у меня класс брони, да? А, не, 2, а 20. Защита 4, 6, 4, 4, 4. Угу. Ну, посмотрим, что даст мне эта броня. Ну, конечно, она лучше. Класс брони 30. Обычные 5, 8. То есть защита от лазера, от огня, от плазма, от взрыва. Все стало лучше. Вот это я понимаю. И выгляжу я теперь как солдат. Как, да, как этот солдат или как полицейский того же самого хаба. В хабе вот они все ходят в такой форме. Отлично. Да и не только в хабе. Где-то я еще таких видел. Чуваков в такой же форме. Но все же я хочу заполучить силовую броню. Потому что силовая броня все равно круче. На мой взгляд, она круче, чем все вот это добро. Чем вот эта вот боевая броня, блин. Ладно. Тем не менее. Блин, я сейчас даже себе не узнаю как-то свой спрайт. Тем не менее. Я все равно сейчас буду выкладывать эту... А, я себе... Ой, выкладываю. Я, короче, хочу избавиться от металлической брони сейчас. Она мне не нужна. Она стоит дешево. Довольно дешево. Ну как, не то что дешево, но все равно... У меня есть более дорогие вещи, которые мне нужны. Они дороги моему сердцу. Так. Блин, я еще что-то хотел сделать. Я забыл, что я хотел сделать еще. Так. С базукой-то я классно смотрюсь в этой броне, да? Прям командос настоящий. Обалдеть. Командос. 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 А с пистолетиками, кстати, я выгляжу, как Уилл Смит, блин. В фильме. Мужчины в черном. Черт-черном. Вау! Сколько шкафчиков. Обалдеть. Я мог бы просто мимо пробежать. Но их тут... Хорошо, что я их заметил. Их тут целых семь штук. Давайте всех обшарим. Так. Тут я вижу голодиск. Один из голодисков. Странная штука. Кажется, это можно использовать в вашем пи-бой. Конечно, можно. Следующий. Шкафчик. Да. Богатое местечко. Это самая база. Этот комплекс свечения. Я нашел здесь все, что душеньки. Мои душеньки угодно. Но вот кроме силовой брони. Вот силовой брони еще у меня осталось. Раздобыть и будет вообще прекрасно. Так. Импульсные гранаты заберу. Заберу плазменные гранаты. Это вещь нужная. 14-миллиметровые мне не нужны. 5-миллиметровые тоже не надо. Осколочные гранаты. В принципе. Было бы неплохо их взять, конечно. Хотя, не, нафиг они мне не нужны. Не нужны. Лишний вес только занимают. Так. Вау. Миниган. Вот эта штука. Тоже нужная вещь. Попробую использовать его сейчас на себе. Просто применить его. Какой он? Насколько он мощный, интересно? Миниган. Я же тяжелое оружие тоже изучаю. Обучаюсь этому делу. Этому ремеслу. Так. Давайте тогда избавимся от... Блин. Много веса. Сильно много. Много. Ну, блин. Тоже забыл, да? Так. Ребятки. Сейчас я книжку сначала просто... У меня тут книжка лежит. Пылится. Вот. Которая мне ничем не помогла. Вообще ничем. Не надо от чего-то избавляться. У меня много лишнего барахла, я думаю. Ну, жалко все это выкидывать. Оно мне все нужно, понимаете? Все мне нужно. Все пригодится. Ё-моё. Счетчик Гейгера. Счетчик Гейгера. Облучение. И поэтому пользы никакой нет вообще от этого щучка Гейгера. Я и без него прекрасно понимаю, что мне нужно применять антирадин. Так. Сколько всякого хлама. Электронные отмычки мне пригодятся. Как говорит Лео, на базе Мори-Поза. Скорее всего. Так. Да, здорово, конечно. Ну ладно, давайте от лазерного ружья избавимся. Пипец, я избавляюсь от лазерного ружья. Я бы никогда не подумал, что я это сделаю. Но я это делаю. Вау! Я говорил, что самое сильное оружие это бластер пришельцев. Я ошибался. Ты миниган ни разу не пробовал восстанавливать? Смотри, сколько у него урона. А, вру. Нет, я сейчас подумал, что 120. Это боезапас 120. Не, вру, вру. Это у нас 120. Урон у него всего лишь 7-11. Славенький такой урон. Издалека 35 сносит. Но зато 120 патронов у него влазит сразу 120. Класс. Да. Прикольная штука, конечно. Надо будет попробовать испытать его в полевых условиях, в полевых действиях. То есть на практике испытать в поле. В полевых... На полигоне, в полевых условиях. В полевых действиях. В полевых условиях. Да, в полевых условиях. Блин. Ладно. Похожу с ним немножко. Классно смотрится. Я прям как терминатор. Гляньте на меня. Ооо. Круто. Монстр такой. С миниганом. Ну а... Тогда дайте мне больше патронов 5-миллиметровых. У меня их мало. Ужу этих же рвет как сумасшедшие. Наверняка выстреливает за раз там. Выплевывает их там десятками. Так, где там 5-миллиметровые полуоболочные, бронебойные. Я, наверное, возьму бронебойные. Все, давайте сюда. Да и полуоболочные давайте. Черт с ним. А, не, не влазите все. Ну давай, хотя бы одну. Еще одну. И еще одну. Все, не влазит. Да, ладно, ладно. Рации. Во, кстати, рации мне тоже, Лео говорит, пригодится когда-нибудь. Так, тогда мне надо избавиться от чего-нибудь еще. Чтобы взять рацию. Вот, отчетка Гиггера и настал момент избавиться. Нет, она что-то тяжелая через черта рация. Вы что, с ума сошли, что ли? Почему она такая тяжелая? Блин. Веревочку можно одну выкинуть. Две даже. Во, влезло все, прекрасно. Так, что там еще у нас есть интересного? Малые батарейки. Ядерный микрореактор. О, вещи-то нужные тоже. Все, забираем. Все тут барахло забираем, конечно. Так, веревка много, видно, весело. Так, тут у меня сенсор движения, щучек Гиггера и невидимка. Все это есть у меня уже. Нифига, сколько тут всего разработок всяких техник и столько классных. Обалденно просто. Пушки разные всех типов. Кстати, вот эту пушку я не видел. Ни разу лазерный пистолет какой-то. Да тут просто настоящая кладезь. Предметов и всякого оружия, и всяких разных гаджетов. Здесь все есть, все, что есть в игре, блин. Все, что придумано. Все типа оружия. Кроме силовой брони, однако. Да, не зря мне сказали, братцы и стали, что все было, в основном, вся, вся современная техника, все оружие, большая часть этого оружия была разработана именно здесь. В этом исследовательском комплексе на свечении. Класс. Я говорю, этот все равно что, не агропром в сталкере. Лазерный пистолет. А что, зачем он мне нужен? Я не знаю, может он слабый? Я просто хочу проверить, насколько это крутая штука. Лазерный пистолет. Давайте проверим. Что же, чем же он мне может понравиться? Когда у меня в арсенале есть миниган, гранатомет, бластер пришельцев. Давайте проверим, чем хорош пистолетик. Блин, да это же издевательство, это же дохлое оружие вообще, фу. Барахло. Нет, такую дрянь мне не надо. Забирайте его обратно. Я оставлю для кого-нибудь, для того, кто придет после меня сюда. Мародерствовать. Пусть он порадуется, пусть заберет себе этот лазерный пистолет и пусть он подавится им. Нафиг он мне не нужен, такой пистолетик. У меня есть миниган, и мне с ним весело. Да, кстати, из минигана можно только очередями стрелять, поэтому это будет веселая битва, я думаю. Стрельба очередями. Как только роботов встречу, начнется мясорубка настоящая. Так, о, я нашел плазменное ружье какое-то еще. Это другое ружье, это не такое, которое у меня было, по-моему. Ну-ка, 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 ну-ка. Давайте выложим. Так, не понял, юмора. Ну ладно, вот так сделаем сейчас. Чем оно хорошо, например, это ружьишко? Давайте проверим его. Плазменное ружье. Винчестер П-90... Или Р, или Р, или П. Ну, будем считать, что это... Винчестер П-94. Энергетическое оружие. Индустриальные эпохи, стреляющие нагретые до предела плазмы через сверхпроводящий ствол. Питание осуществляется при помощи ядерных микрореакторов. 10 зарядов в него влазит. Ну, давайте глянем, что это такое. 30-65 урона, дальний бой 25 всего лишь. Всего лишь. Вроде бы для кого-то это может показаться крутой пушкой, но это все фигня. Барахло. Вот у меня есть миниган еще. Миниган Роквелл, надо про него прочитать. СЗ-53, СЗ-53. Многоствольный пулемет со скорострельностью более 60 тысяч выстрелов в минуту. Вот это да, вот это скорость. 60 тысяч пуль в минуту. Охренеть. Да. Настоящий кладезь. Кладезь настоящее оружие здесь. Просто рай для... Для милитаристов. Так, 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 тара-ля-ля. Чего же можно выкинуть? От чего можно еще избавиться? Даже не знаю, жалко, как все избавляться. Веревку еще одну можно. Вот так вот. Понятно, это у нас уровень 5. Это здесь у нас, получается, производились разработки какие-то чего-то. Я уже забыл даже. На шестом уровне должны быть находиться, по идее, казармы. Там у нас и генератор. А это уровень 5. Здесь у нас, как видим, какие-то военные разработки. А ну, да и смотрите, здесь биологические разработки велись. Вон, сколько... Сколько здесь этих резервуаров-то. Вау. Жидкостный резервуар. Их много. Кругом компьютеры стоят с катушками, видите? С катушками, с бобинами, которые... На которых накручена магнитная лента. И вот эта магнитная лента. Раньше она была чем-то наподобие винчестеров, понимаете? На нее записывалась информация. Информация в цифровом виде. О каких-либо операциях, которые производил человек. Представляете, сколько нужно было таких бобин? Это было очень невыгодно держать такие вот жесткие диски. Это все равно, что жесткий диск. Представляете, какой он громадный? Он больше человека в два раза. А то и в три. И раньше компьютеры были, например, ну, в полкомнаты. В какой-нибудь средненькой квартире. Московской. А то и в несколько комнат. Такие размеры компьютеров раньше были. Представляете? Вот это времена. Покупаешь себе домой компьютер. Ну, конечно, раньше никто не мог себе позволить себе такие компьютеры. Потому что они были жутко дорогие. Они стоили бешеных денег. Там десятки, сотни тысяч долларов. Поэтому никто себе позволить такую роскошь не мог. Ну, представляете, хотя бы гипотетически. Если вы задумали купить себе такой компьютер. Куда вы его поставите? Вам нужно будет выделить специально отдельную комнату. Да не маленькую, а громадную комнату полностью под компьютер. Заходя туда, вы будете все, что будете делать. Вы будете... Ну, короче, все, что будете видеть, вы будете наблюдать. Вот эти вот все катушки. Вот эти бобины, которые будут постоянно крутиться. И издавать, наверное, большой шум. Представляете, какой там шум? Постоянно работает куча приводов, которые вращают эти катушки. Все это тарахтит, шумит. Ужас. Хорошо, что придумали жесткие диски, а. Так, ну чтож. У меня тут еще есть какие-то голодиски. Страль... Страль... Стральная странная штука, кажется. Так, 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 это я прочту. Прочту. Так. Прочту. По-моему, я все, что мог, прочел уже, а. Вы так не думайте. Так, ну чтож. Пип-бой. Статус. Что ж у нас добавилось еще здесь? Запись эксперимента Дельта добавилась. Давайте почитаем про Дельту теперь. Про Альфу мы уже прочитали. Это про эксперименты, которые проводились на ДМ. Блин. Ну, е-мое. Эксперимент, который, правда, производился... Проводился над этими. Над вирусом, который в эволюции. Над различными вирусами. Короче, эксперимент по созданию различных вирусов. Так, ну а этот эксперимент у нас называется Дельта. Военные сошли непро... Все. Нет, нет, заговори. Лео говорит, я сейчас как немец. Фу, просто я уже что-то подустал читать. Военные сошли необходимым продолжить исследовать глубинные эффекты воздействия волновых технологий на живые организмы. Мы приняли свет и звук в качестве основ наших исследований. Управляя амплитудой световой волны и увеличивая частоту, мы получили возможность создавать лазеры, которые могут порезать несколько футов стали. К сожалению, энергетический аспект реализации не был окончательно решен. Этой проблемой занимаются другие ученые. Ну, короче говоря, здесь производили вот этот эксперимент. У нас занимался... Был осуществлен в направлении создания энергетического оружия. Как раз-таки того самого энергетического оружия. Угу. Но у них была проблема. Проблема с поиском энергоносителей. С поиском различных батарей. Короче говоря, они не могли нормально решить проблему питания своего оружия. Видимо, батарейки это не конечный вариант. Они искали что-то более совершенное. Батарейки... Все-таки батарейки слабая штука. Пусть даже это ядерные батареи, да. Они все равно подвержены, видимо, какому-то со временем разрушению и замены. Но мы видим, что нам приходится их очень часто использовать. Потому что, как правило, одной батарейки хватает на один выстрел всего лишь. Это говорит о том, что мощность выстрела чертовски мощна. Раз для нее используется именно ядерная батарейка. Малая или большая. Это просто жесть на самом деле. Запись экспериментов в Ре. Древняя запись Братства. Ведь по идее ядерный реактор способен работать долгие-долгие десятилетия. Представляете? И я не представляю, какая должна быть энергия... Какими должны быть энергозатраты для того, чтобы так быстро истощить ядерный носитель. Или ядерный там реактор, батарею, которая содержит в себе вот эти радионуклеиды. Очень странно, конечно. Не знаю. Как-то это на самом деле глупо. В таком случае, представляете, сколько загрязнений от такого оружия. Во-первых, наверняка происходит какой-то выброс, малый выброс радиации. И он наверняка воздействует на того, кто пользуется этим оружием. Поэтому вредно использовать, я думаю, такое оружие. По идее, это вредно. Должно быть. Вот в реальности его вредно использовать. Это просто опасно для здоровья. Мало того, что на тебя воздействуют какие-то малые или средние дозы рентген постоянно. Там вот эти вот лучи. Альфа, гамма, лучи, да? Дельта, лучи. Так, по всему прочему, есть еще вероятность, что это оружие может рвануть, там, не знаю, как-то вести себя неустойчиво. Оно может просто быть опасным для вас. В том плане, что оно может разорваться на куски и взорвать вас к чертям собачьим вместе с собой. Ладно, все, хватит рассуждать. Что-то эта база на меня плохо действует. Я много рассуждаю. Просто здесь много очень всяких экспериментов, исследований, о которых приходится мне сейчас вести вот эти вот дискуссии. Как-то их обдумывать, как-то переваривать то, что я здесь узнал на этой базе. А вот что-то новое, кстати. Ооо, много-много читать надо опять. Ладно. Ладно, почитаем. Запись экспериментов с вирусом рукотворной эволюции. Запись 21 марта 2075 года. Майор Бернетт приказал провести эксперимент из партии 10011 по Нимунного Вириона, который был переименован в Авре. Вирус рукотворной эволюции... Ага. Его больше всего беспокоят побочные эффекты квадроспиральной структуры, чем ее основной эффект репликативной стабильности. Он считает, что новая структура – следующий логический шаг в области ядер млекопитающих. Эксперименты с одноклеточными организмами стали большим успехом, в то время как их основной метаболизм кажется неизменным. Их устойчивость к инфекциям и радиации превышает все ожидания. Дополнение. Харопласт кажется не затронут вирионом. Дальнейшие эксперименты на клетках растений были отменены по приказу майора Бернетта. Запись 9 мая 2075 года. Мы заразили несколько разновидностей плоских червей в Ре. В течение нескольких часов черви увеличились в размере на 28%. Популяция оказалась иммунной к 39 видам вирусных инфекций. Каждый образец был исследован на протяжении нескольких поколений. И новая структура ДНК была успешно передана по наследству потомству. Хотя были зафиксированы только случаи без полого размножения. Понятно. Эксперименты с насекомыми имели и меньший успех. Майор Бернетт отложил эти эксперименты до особого приказа. Запись 30 июня 2075 года. Несколько пород лабораторных белых мышей были инфицированы в Ре. Снова в течение нескольких часов было отмечено увеличение в размере. А на 9 день все мыши стабилизировались на уровне 31% больше чем контрольная группа. Вскрытие показало увеличение в размере поперечно-полосатой мышцы. И некоторых внутренних органов. Таких как печень, сердце и почки. К нашему удивлению инфицированные мыши смогли преодолеть лабиринты более чем вдвое быстрее, чем контрольная группа. То есть у них и мозговая активность увеличилась. Для подтверждения этого открытия необходимо проведение дополнительных экспериментов. Запись от 9 ноября 2075 года. Мы заразили 218 кроликов в Ре. Половина объектов были снабжены имплантантами для фиксирования электроэнцефалограммы. До и после заражения увеличенная электрическая активность мозга была отмечена чем через 3,2 секунды. В среднем после инъекции. Нифига так быстро что ли? Активность мозга сразу же повышается. Мгновенно после инъекции. Надо же. Снова было отмечено типичное увеличение размера. Однако было также замечено увеличение агрессивности. Особенно среди самцов. Жертвы и обильное питание вызвали рост мозговых тканей. Который увеличил древовидные связи. Особенно в лимбической системе и лобной коре. Запись от 12 января 1976 года. На партии 11.0.11 нам удалось улучшить эффективность методического цикла на 43%. Мы заразили 53 енота новым штаммом. В дополнение к ожидаемому увеличению размера, тесты поведения подтвердили увеличение интеллекта и общей ловкости на 19 пунктов по шкале Шулера Калпа. К сожалению несколько объектов сбежали. Их нужно высадить и ликвидировать. Майор Бернетт приказал ликвидировать оставшиеся объекты. О двух парах нет ни слуху ни духу. Подожди над кем они проводили? Енотов? Кстати по задумке авторов Fallout. Здесь в игре должны были присутствовать еноты против нас. Которые должны были сражаться. То есть не то что может быть не против нас. Ну короче говоря разумные еноты. Которые ходили на двух ногах. Такая раса. Новая раса существ. Которая произошла при помощи вот этого вируса, который на эволюции. И у него должно быть, было бы быть здесь целое племя. Целое племя енотов. Но в конечной версии, это было в демо версии. Они планировали такую вот расу добавить в игру. Но в конечной версии они почему-то эту идею. От этой идеи отказались и вырезали эту идею. Вырезали весь контент связанный с енотами. Ну вот в дневниках разработчиков и вообще в целом в их артбуках можно найти еще вот эти вот наброски, зарисовки вот этих вот енотов. Двуногих енотов. Которые бегали там в зарисовочках. Вот эти арты изображены как еноты там например стоят в странных так в интересных позах. С копьями в руках там например. Это было прикольно. Представляете такую расу встретить? Это было бы здорово. Мне кажется было бы прикольно. Если бы разрабы добавили такую расу в эту игру. Ну видимо посчитали, что эта раса не совсем будет вписываться в общий антураж игры. Тут всякие гули, мутанты, всякие страшилы и какие-то няшные еноты. Поэтому они посчитали, что не очень-то они подходят для под общий сеттинг игры. Наверное так. Наверное так. Такие мысли наверняка были у разрабов. Понятно. Дальше. Запись от 13 мая 1976 года. Мы ввели нескольких новых генов по ВРЭ. Нам помогала консультативная команда майора Барнетта. В партии 11101 мы заразили 23 собаки. Как чистых, так и смешанных пород. Все испытали почти немедленное увеличение в размерах. Большой размер показал увеличение агрессивности, но никакого существенного увеличения интеллекта не было отмечено. Мы планируем попытаться скрестить 92 пары аллелей с партии 1101. Все объекты были уничтожены после 14 недель изучения. Запись от 4 октября 1976 года. Скрещивание закончено. 15 шимпанзе были инфицированы партией 1111. Увеличение размера и усиление иммунитета беспрецедентны. Попытки вызывать раковое образование объектов при помощи радиологических и химических агентов не увенчались успехом. Увеличенная агрессивность привела к изоляции объектов. Два объекта принесли сильные эпилептические припадки и умерли. Все выжившие объекты были уничтожены. Эпилепсия была, да, замечена у некоторых, у двух объектов. Все опять же инфицированы, увеличились в размерах, усилился иммунитет у них. Ну, в общем-то, как и у всех остальных существ, почему-то кроме собак. На собак это не повлияло, очень странно. Дата 7 января 2077 года. Да, вот эти вот, видимо, участники вот этой базы свечения, так называемого, были против этих экспериментов на людях. Но Барнетт хотел продолжать эксперименты и, поскольку здесь никто не поддерживал его, он продолжил эксперименты у себя на морепозе. Над людьми эксперимент. И мы знаем, к чему это все привело. Это привело к появлению супермутантов. Вот так. Не помню точно, кто такой создатель, но как раз таки создатель, по-моему, это и есть тот самый майор Барнетт. Тот, который был просто помешан на идее создать сверхвид, сверхпопуляцию. Как раз таки это он и есть, майор Барнетт, который был когда-то военным. Да. Он и себе ввел, между прочим, этот вирус и стал очень страшным уродцем. Так, ну что ж, друзья мои, продолжаем, продолжаем скитаться по базе. Тут у нас еще роботов, партеечка лежит, да? Сейчас мы на них используем наш мини-ганчик. Так, ну сперва я сохранюсь, конечно же. Привет! Э, а, нет, лежат, говорю, ждут меня. Они уже дохлые лежат, я совсем забыл, я их уже поубивал, все. Больше идти некуда, получается, больше совсем некуда идти, да? Я все, что мог, уже облазил здесь. Так, надеюсь, все голодиски я прочитал. Сейчас проверю. Вдруг какой-нибудь голодиск завалялся, я его еще не использовал. Вод какой-то лежит. Так, он уже был загружен, уже файл найден в системе. Так что ничего нового не найдено, все. Все, старье. Новых файлов нет у меня. Так. Здесь тоже больше ничего нет. Куча, конечно, я всего нашел в этих шкафчиках. Куча оружия, куча всего интересного. Но пора покидать это местечко, пора покидать. Все. Со свечением, наверное, покончено. Надеюсь, что я нашел то, что от меня требовали Братство Стали. А именно какие-то устройства, какие-то технические прибамбасы, которые были созданы здесь, вот именно в свечении. Здесь, на этой базе. Надеюсь, что их все это удовлетворит, то, что я нашел. Я нашел здесь какие-то вот карты, пропускные карты. Я нашел, например, вот эти вот голодиски нашел. Я думаю, это хорошая доказательство того, что я здесь побывал. В том числе и устройство под названием «Невидимка» я здесь тоже нашел. Хотя я его и до этого находил, конечно же. В следе, который оставил Годзилла. Так, шестой уровень или четвертый? Мне на шестом, по-моему, делать нечего уже. Или есть еще? Нет. Там, по-моему, еще роботы какие-то остались, которых я не перебил. Или нет? Нет, здесь я всех перебил, о чем я говорю. Да, здесь я со всеми разобрался. Так что, так что, так что. Так что мне на четвертый уровень. Я еще хочу раз пообщаться с нашим славным, добрым роботом. Ой, роботом. Главным компьютером. Как его там? Зак зовут? С Заком пообщаюсь сейчас. И можно после этого идти в освоясь. Возвращаться наконец-то в Братство Стали. Тут можно, короче, отключить. Отключить роботов-охранников. И тогда... Вот через центральный компьютер, да? Через этот главный компьютер. И тогда они меня не побеспокоят. Но ведь это не мой метод. Я хочу побольше опыта заработать себе. Зачем мне их отключать? Это глупо. Нет. Ну ладно, пока, дружище. Было приятно с тобой пообщаться. Спасибо. Спасибо. Это мегавирус, защищенный белковой оболочкой, укрепленной ионизированной молекой. Циклами водорода. В связи с этим он способен поглощать нейтроны, не становясь при этом радиоактивным. Обалдеть, конечно. Спасибо за рассказ. Ну ладно, все, дружище. Все, пока. Приятно было с тобой пообщаться. Компьютер. Но все же я тебя оставляю. Оставляю. Дружище. Держись. Держись. Не падай духом. Тебе здесь, конечно, надо пообщаться уже не с кем. Но все же... Мне надо уходить. У меня свои дела. Классная вещь. Робот умирает. Сторожевой робот получает критическое ранение, теряет 258 здоровья. Сразу обалдеть. Вот это пушка так пушка. Да я теперь как терминатор, блин. С этим оружием. Давай, кто на новенького? Следующий, подходи ко мне. Ах ты, гад, блин. Из винтовки меня стреляют. А, ну у меня броня хорошая сейчас. Мне, в принципе, не страшно. Много они у меня не отнимут. Постреляем. На. Да ладно. Одного сразу завалил, случайненько. Второй еще живой, гляньте-ка. Стоит еще, ждет что-то. Ждет. Смогу ли я его завалить или нет? Ух ты, четыре здоровья у меня снял. Надо же, крепкий какой-то. На. Блин, мне нравится эта пушка. Здоровская вещь. Да, роботы дохлики на самом деле. Как выяснилось, дроботы для меня не опасны. Теперь уже. Раньше я их боялся, конечно. Сейчас уже все. Уже не страшно. Даже не знаю, кто для меня сейчас опасен, может быть. Супермутанты? Сомневаюсь. Ну, может быть, конечно, да. Их вот эти миниганы и базуки мне еще могут какую-то опасность причинить. Особенно базуки. Вот эти раки, гранатометы, да. Я согласен. Ну, я же все-таки разумнее, чем они. Я могу из-под тишка нападать. Поднимаемся наверх постепенно. Пора выбираться из этого места. С миниганом наперевес. Хе-хе, здорово. Миниган, миниган, миниган. Ишь мой миниган, миниган, дорогой. Как я с миниганом выхожу. Классно. Расчищаю себе дорогу через роботов. Пробиваюсь через роботов. О, еще роботы. Здорово. Роботы. Роботы. Ой. Ой. Они меня заметили издалека. Прям надо же. Ой, я могу прямо отсюда в него попасть. Класс. Сколько я снял с нему. Бр-р-р-р. Такой. Заглючил одного робота. Но не так уж и много я ему снял. Как ни странно. Так, у меня еще патронов больше нет, что ли? Я не понял. Уже патроны все закончились? А, это бронебойные закончились, наверное, да? Ну ладно, пусть заканчивается. Черт с ними. Давай, подходи по одному. Не задерживайся. Бр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Такие роботы. Бр-р-р-р-р. Прикольные такие. На гусеничках катятся. Катятся ко мне такие. В надежде меня уничтожить. Наивные ребята. Готов. Один помер, второй ранен. Так, что-то мне-то не нравится. Надо, короче, поменять пушку. Из-за гранатомета я вас не буду расстреливать, когда вы вплотную ко мне подходите. Я же не псих какой-то. Себя окалечить не хочу. Кстати, у меня еще импульсные гранаты есть. Так что давайте-ка импульсные гранаты на вас применим. Так, ну-ка, нифига, отнимают. Еще что-то, смотрите-ка. Гляньте-ка, крепкий, ребят. Лови гранату, фашист проклятый. Ну-ка, вот на этого. Током убил сразу. Геноцид роботов, блин, просто. Дальше. Следующий давай. Стрелок ворошиловский, блин. Лови. Промазал, блин. Вот, зараза. На, еще одну. Я косой такой, что не могу попасть в вас. Блин, ну это плохо, конечно. Все гранаты раскидал уже. Такс. Что-то я какой-то как мишень стою просто так, ничего не делаю. Пора бы тебя расстрелять, засранец. Да ладно, ты еще живой до сих пор. Ну, крепыш какой. Так, перезаряжаемся. Ход пропускаем опять. Угу. На диком западе останется в живых только один. Кто следующий там? Ну, это последний остался. Ну, давай, подходи. Че я... Че я должен к тебе подходить? Так, ну что ж, ребятки. Очень просто и легко с ними было справиться. Очень просто. Давай, последний остался, засранец. И тебе достанется. На. Все. Разобрался со всеми роботами. Так, ну давайте обшарим его, конечно же. Нет, ничего интересного нет. Ничего у него интересного нету, чтобы мне пригодилось в моих дальнейших скитаниях по пустошам. Абсолютно ничего. Ну, тут без проблем можно зайти прям, да? Ну все, топаем на первый этаж прям сразу. Хотя давайте-ка на второй еще заглянем. На втором там тоже были вроде бы роботы. Можно их тоже будет поперебить всех. Расчистить все это дело. Да. Я так и не понял, что это за фигня вот эта вот воронка. Что это такое вообще? Почему здесь все пробито? Видимо, все-таки удар, взрыв какой-то, да, сверху пришелся именно в это место. Какая-то бомба упала. Но это была не ядерная, наверное, бомба. Потому что если бы это была ядерная бомба, здесь бы все разнесло просто в клочья. Видимо, это просто какая-то бомба обычная упала. Там, не знаю, разорванная какая-то. Тротилова или какая-то там. Какие там бомбы бывают еще? А я отойду спрячусь. Ну, вас нафиг. Давайте, вставайте все по очереди. Вот так вот. Давайте, давайте. Отлично. Цель захвачена. Мало. Ух ты, блин, гад какой. Нифига себе. Э! Он меня сейчас завалит. Э, ребята. Не-не-не-не. Что-то у него какой-то крит мне нанес только что. Надо же? Я не ожидал этого. Не, надо подлечиться, однако. Подлечиться надо срочно. Так, где-то мои стимуляторы. Драгоценные мои стимуляторы. Ну все, пора мочить. Уроды, вы меня задолбали. Где-то моя гранатка. Метнем-ка гранатку для начала. Вот так вот. Сразу двоих хоп и нету. Хорошая штука импульсная граната против роботов. Она вообще эффективно работает против них. Так, сейчас еще парочку завалим, наверное. Может и больше даже. Все так подошли классно. Ребятки, спасибо. Эх, промазал, блин. Ну ладно. Миниган-то остался еще. Нифига, вы все еще целы остались? Нифига, не вредимый. Ух, какие крепкие, гады. Обалдеть. Вау. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Осторожней. Полегче на поворотах. Какие-то суровые роботы попались. Так, до сих пор еще крепкие. Нифига себе. Удар в корпус, значит внутренний ремонт. Да ладно, он ремонт начался. Свой собственный внутренний, да? Все, не поможет тебе ремонт. Ложись давай поспать немножко. Бонабиоз пора тебя вводить нафиг. В сонное состояние. Блин, я не призарядился, балбес. Так, у них патронов больше нету. Я все израсходовал уже, да? На этих роботов. Там последний малыш остался. Убежал он куда-то. Где ты там спрятался? А? Вон он убегает, говнюк. Надо же. Робот от меня убегает. Вот засранца, а. Иди сюда. Не уйдешь. Все. Давай драпать от меня, по всей базе убегать. Бедные роботы такие. Нет, это какой-то псих. Валим отсюда, валим. Он сумасшедший, блин. Он сумасшедший. У него непорядки что-то с головой. Он всех устребляет. Это просто ад на ногах. Ага. Двуногий ад идет за нами, да? Жесть. Бедные ребятки. Мне прямо жалко становится. Все. У меня патронов нету больше. Я все патроны извел. 200 патронов на них. Охренеть. Да. Нехило. Миниган такая штука. Прожорливая до патронов. Зато я с ними быстро разобрался. Так, миниган пока убрать можно. Ну, а теперь бластер в дело идет. Бластер пришельцев тоже вещь эффективная очень. Так, может где-то у них патрончики тут валяются. У кого-нибудь есть, да? Нужные для меня. У этих вообще ничего нет. У летунов, блин. Нет, все это барахло. Все, что у них есть, это барахло полное. Так, здесь больше делать нечего. Я даже, наверное, может и не вернусь на эту базу, потому что... Ну, я уже так заполучил все, что мог. В принципе, заполучил все, что мог. Мне единственное, что осталось, наверное, получить в этой игре, это... Хорошую силовую броню. И все. И тогда я буду просто машиной смерти, неубиваемой машиной смерти. Тогда можно уже топать и искать супер-мутантов. Наконец-то. И просто их всех там размазать по стенам. Да. Так-то, может быть, на первый уровень поднимаемся. Наконец-то мы уже... Я почти выбрался уже. Смотрите, все. Вот она, вороночка. Так, тут у нас, по-моему, роботов вообще нету, да? Нет, тут никакой охраны роботизированной нету. Поэтому можно об этом месте вообще позабыть. Так, где-то здесь тут выход, да? Веревка моя. Блин, я здесь, конечно, потерял. Потерял своего дружбана последнего, Тихона, к сожалению. Но он сам был. Он сам виноват. Он сам кинулся просто на... На просто... На амбразуру. Полез вперед, батьки, как говорится. Со своей слабой броней, со своей слабой пукалкой полез в бой. Кто его просил, я не знаю. Я его об этом не просил. Так, ребят, ладно. На этом, я думаю, эту серию можно завершить. Все-таки я, наконец-то, преодолел свечение. Я, наконец-то, заполучил себе, смотрите, крутую броню, крутое оружие, мини-ган, там, гранатомет. Не так давно я получил бластер пришельцев. И теперь я уже довольно мощен и довольно крут. И теперь можно, думаю, возвращаться в Братство Стали и доказать им, наконец-то, преподнести им свои доказательства вески о том, что я побывал здесь. Я им преподнесу эти записи, вот эти голодиски. Я им могу предоставить устройство под названием Невидимка, потому что я его здесь нашел. Я могу предоставить им мини-ган, в конце концов, броню или даже пропускные карточки. Хе, трех цветов. Ладно, с вами был Эйс. Вы смотрите Fallout. Всем пока и берегите себя.